Ученики с 9 по 11 класса приняли участие в выборах председателя школьного совета. Каждый класс представил одного кандидата, который презентовал свои проекты. Сегодня у нас было 4 кандидата. Это ученики 9 по 11 класс. И сегодня в контакте в школе 21 все дети узнают, кто же победил. Я планирую создание творческих групп, проведение мероприятий. Хотелось бы, чтобы в нашей школе наконец-то началось шефство над первоклассниками. На переменах происходили небольшие флешмобы и игры в мастер-классы. У нас сейчас идет четвертый исключительный форум. Среди начальных классов лучшим был форум 3-4 классов. В среднем звене ваш форум. И это, наверное, закономерно. Потому что как среди 3-4 есть выпускники, так и здесь у нас большинство выпускники 9-11 классов. То есть это уже модель человека, сформировавшегося, готового брать на себя ответственность и отвечать потом за задеянное. Ученики представили множество проектов, которые заинтересовали педагогов и администрацию школы. Также, если у кого-то из участников выборов было много полезных и интересных идей, то они просто могли подойти к председателю, который поможет воплотить их проекты в реальность. По итогам выборов председателем школьного совета стала Анастасия Костромитина. Ее избрали 148 подростков. Менять я ничего не хочу. Если у меня выборут президента школы, то я начну свою реализацию с следующего месяца. Хочу и везти это, так сказать, домашний кинотеатр в школе. Во-первых, это бесплатный билет, можно так сказать, отдых после рабочего дня тепелого. Помимо выборов, в это же время проходило еще одно мероприятие – общешкольный форум коллективного планирования. В нем приняли участие ученики с 5 по 11 класс. Ребята представляли свои проекты, над которыми они будут работать в течение всего года. Одна из идей – озеленение пришкольной территории. Школьники хотят осуществить свою идею весной для того, чтобы посадить цветочные клумбы. Дети сегодня представляли проект на будущий год. Что они планируют реализовать? Это новый вишневый сад вырастет. Будет организована выставка домашних животных и родоспромечательности Пенинской области. И разные другие проекты. 11 классы в этом учебном году заканчивают школу. В честь этого они решили создать аллеи выпускников. Каждый посадит дерево для того, чтобы было приятно, возвратившись в школу, окунуться в воспоминания, пройтись по аллее и полюбоваться этим маленьким садом. Все долго готовились к этим мероприятиям. Кандидаты придумывали и отрабатывали речь, а также горели желанием победить. Но важно не победа, а участие. Ведь благодаря таким событиям мы приобретаем активную жизненную позицию.